Мы с вами знаем, что в Армении уже есть опыт сотрудничества с Россией в советском формате, ведь, собственно, атомная станция была построена в советское время в Армении. И, конечно, можно отрицать прошлое и действительно факты довольно успешного функционирования. На самом деле, сейчас мы понимаем, что на мировом рынке идет достаточно жесткая конкуренция между основными строителями атомных станций. И Россия, как известно, реализует достаточно большое количество проектов. И в этом плане, с точки зрения российского предложения, мы же не апеллируем только к истории Советского Союза, говоря о том, что давайте вспомним прошлое. На самом деле, нет. Естественно, каждая страна вправе принимать свои решения, исходя из анализа, на мой взгляд, все это должно происходить не исходя из каких-то политических предпочтений, а из анализа экономической выгоды и целесообразности. И в этом плане Россия всегда, с точки зрения атомной энергетики, была готова к конкуренции. Почему? Потому что мы предлагаем достаточно новые атомные реакторы. И самое главное, действительно, полный цикл с точки зрения поставки атомного топлива, утилизации топлива. Потому что атомная энергетика, конечно, это довольно сложно функционирующая отрасль, высокотехнологичная. И самое главное, что действительно требующая постоянного внимания обслуживания. То есть, нужна поставка топлива, нужна утилизация отработанного топлива. В этом плане, пожалуйста, действительно, есть альтернативные производители атомных реакторов и альтернативные технологии существуют. Но надо действительно смотреть и на стоимость услуг, и на их качество и надежность. Потому что, ну вот, скажем, сейчас в Казахстане тоже решается вопрос о строительстве атомной станции. Был референдум, где люди тоже поддержали новую стройку. Россия тоже участвует в тендере. И, скорее всего, победу одержит консорциум российско-китайский в этой истории. То есть, еще раз повторяю, российское предложение, оно основано не только на апелляции к истории и на тезисы о том, что в Армении уже была построена атомная станция. Речь вот о том, что Росатом функционирует на конкурентном рынке и, мне кажется, делает довольно выгодные предложения, иначе бы не строились станции в Турции, в Бангладеш, в Иране и в других государствах, потому что Росатом довольно активно ведет стройку. То есть здесь, мне кажется, надо убрать, на самом деле, политический фактор, и вы увидите, что с точки зрения экономики российское предложение может оказаться наиболее успешным. А вот в атомной энергетике насколько важен политический аспект? К сожалению, вообще в энергетике сейчас политике очень много внимания уделяется. Но, опять же, смотрите не только на политику, потому что политика, понимаете, она в энергетике важна и в атомной, и не в атомной, с точки зрения тех рисков, которые вы можете нести. Риски прекращения поставок и так далее, и так далее, и так далее. Но я считаю, что здесь, с точки зрения атомной энергетики и с точки зрения российского участия в этом бизнесе, я не знаю ни одного примера, когда политика мешала бы России реализовывать свои обязательства. Да это, кстати, не только атома. Касается, вы знаете, что Россия достаточно серьезно демонизирована как поставщик энергоносителя, но это сделано сознательно, потому что, если вы будете разбираться в деталях, вы не приведете мне ни одного внятного примера того, как Россия использовала бы поставки энергоносителей как способ политического давления на другие государства. Ну, приведите мне хоть один пример. Еще раз повторяю, это касается и атома, и политизированного газа, но, кстати, газ для Армении тоже вполне понятная история. Вот известно, что «Газпром» является собственником газовых сетей в Армении. Испытывает ли Армения от этого политические неудобства? Использует ли «Газпром» свою собственность как способ политического государственного давления на Армению? Ну, вы можете сами себе задать этот вопрос и найти, я думаю, вполне легкий ответ, что я не знаю ни одного действительно примера, как, скажем, тот факт, что «Газпром» является собственником активов в Армении, использовался как способ политического давления на ваше государство. Ну, по мне, у наших западников дешевая цена на российский газ как раз... Это способ давления? Давайте поднимем ее. Нет, да не вопрос, давайте стоимость, да, я понимаю. Хорошая шутка на самом деле. Давайте сделаем действительно, изменим контракт. И сейчас, как известно, Армения продолжает получать газ. Ну, дешевле только Белоруссия получает газ. То есть, это особая комфортная цена. Если это способ давления, давайте, пожалуйста, не вопрос. Мы с удовольствием привяжем стоимость поставок газа в Армению к европейским ориентирам и заработаем на этом. И последний такой вопрос, тоже такое уточняющее. Именно модульные станции, да, вот зацикленность армянского хозяина модульных станций. Вот насколько в мире это развито, кто вот сейчас производит и вот позиции России в производственную инженцию? Понимаете, модульные станции здесь сейчас действительно в атомной сфере происходит определенный ренессанс, потому что кошмар Фокуси мы уже забыли, прошло более 10 лет. И тут разные технологии предлагаются, применяются и модульные, и мобильные, и какие там разные станции. Кстати, в России тоже, вы знаете, там разные типы реакторов развиваются. Там и ВВР, и те же реакторы мобильные, которые сейчас на Чукотке там строятся. То есть здесь ситуация довольно гибкая, пожалуйста, то есть выбор за вами, но еще раз повторю, как бы и сама отрасль развивается, и рынок развивается. То есть просто здесь главное, мне кажется, действительно не упрямствовать вот в каких-то идеях, которые первыми пришли в голову, посмотреть, внимательно отмониторить всю ситуацию и сделать правильный, неполитизированный выбор.